Профилактические рейды в торговых точках, где продают пиротехнику, провели сотрудники МЧС в Нижневартовске. В зоне внимания все без исключения рынки и магазины, где можно купить фейерверки. Главное требование проверяющих – качество и условия хранения. Насколько они исполняются, увидел Евгений Алексеенко. Рынок «Сибирский балаган» – одна из популярных площадок у вратовчан. Еще пару лет назад, в канун новогодних праздников, торговые ряды здесь стояли буквально заваленными всевозможной пиротехникой. Разумеется, тогда многие из продавцов не задумывались о легальности и безопасности своего товара. Теперь здесь наведен порядок. Благодаря профилактическим мероприятиям сотрудников полиции и МЧС, на рынке сейчас можно купить лишь новогоднюю гирлянду. Вся пиротехника в Нижневартовске продается исключительно в специализированных магазинах. После каждой продажи – обязательный инструктаж. Поверхность под салютом ровная и плотная. Такая, как стол, идеально. То есть рыхлый снег не является плотной поверхностью, поэтому поверхность утрамбовать, саму коробочку прикопать, обязательно проверить небо над серверком. Обязательно, чтобы не было веток проводов. Дальше вот фитиль. Фитилечек открываем, серебрянку снимаем, фитилечек торчал. Кто-то, кто будет поджигать, вы, например, ни в коем случае не наклоняйтесь с коробкой, то есть поджигайте, желательно расстояние вытянутой руки, а то некоторые, особенно курящие, прикуривают. От нее этого делать нельзя. В первую очередь сотрудники МЧС проверяют сертификаты на продукцию, подтверждающие качество и сроки годности. Особое внимание условиям хранения пиротехники. Специалисты напоминают горожанам, что перед покупкой необходимо осмотреть внешний вид изделия и целостность упаковки. В свою очередь продавцы обязаны контролировать покупателей. Пиротехнику продают не всем. Мы не продаем, естественно, детям до 18 лет. На продукции прописано это правило. Это у нас правило без исключений. Также бывают у меня такие покупатели, скажем, в состоянии алкогольного опьянения и так далее, которым я тоже могу отказать в продаже, потому что опасаюсь за последствия. Такая ответственность и сознательность продавцов настолько радуют, признаются инспекторы. В предновогодние дни они провели тотальную проверку всех специализированных торговых точек Нижневартовска. Уже проведены профилактические мероприятия по всему городу. У нас 23 объекта защиты. В каждом уже проведены профмероприятия. Нарушение требований пожарной безопасности не выявлено. Теперь, говорят сотрудники МЧС, все зависит от ответственности тех, кто приобрел огненное новогоднее счастье. Евгений Алексеенко, Александр Титаренко. Вести Югория. Нижневартовск.